Служение Алексея Пронкина – это служение большой и целеустремленной команды. Наша основная задача – идти и проповедовать Евангелие по всей земле. Это видение мы не сможем исполнить в одиночку, поэтому мы нуждаемся в партнерах. Стань частью большого движения! Полную информацию ты можешь получить на сайте alexeypronkin.ru или по телефону 8 913 004 3209. Аллилуйя! Если ты ходишь в церковь в среди недели, в четверг, это хорошая привычка. Знаете, есть плохие привычки, есть хорошие привычки. Да, это примета хорошая, Алексей говорит. Это к деньгам явно, к исцелению, к новым каким-то знакомствам и так далее. Поэтому ходи по четвергам обязательно в церковь, потому что иногда служения в четверг бывают особенно помазанными Богом. Потому что, ты знаешь, Бог приходит в немощи наши. Мы среди недели работаем, трудимся, и прославление тоже приходит после работы, и пастор тоже приходит после работы, и обычно немощные все в четверг. Почему? Потому что много-много дел разных. Нет времени, может быть, так готовиться, как в воскресенье. Но именно в немощи Бог прославляется. Именно в немощи приходит особенное какое-то слово, особенная поддержка, особенное помазание. Поэтому пусть хорошая эта привычка у тебя не исчезает. Я почему об этом говорю? Потому что у себя в церкви я сейчас наложу порядок в этой области. Потому что когда ни у кого ничего нет, мы бежим к Богу и в четверг, и в воскресенье, и в понедельник можем, и еще в какие-то дни. Но когда появляется стабильность какая-то, то приходит такая расслабленность некая. И ты говоришь, Боже, ну я же уже, я уже дембель, что говорить-то? Я уже столько тропинок истоптал в церковь, к чему мне в четверг? Буду ходить в воскресенье, и то не всегда. Приду, покажу пастору, что в десятина, я здесь пастор. Ты же говоришь, кто свое время, кто свои деньги посвящает, значит я с тобой. Послушай, этого недостаточно. Потому что если тебя нет здесь в среде недели, это первый признак того, что у тебя что-то не в порядке. Это первый признак того, что у тебя какие-то есть вещи, с которыми надо срочно разобраться. Поэтому, если ты сейчас слышишь это, и это так, давай сейчас прямо помолимся, чтобы Бог дал тебе возможность каждое служение быть в церкви. Боже, во имя Иисуса, я молю Тебя, пусть все, что мешает тому, чтобы посещать богослужение среди недели, пусть все, что сегодня восстает, все, что противится, все, что воюет, будет побеждено во имя Иисуса Христа. Боже, дай возможность посещать твой дом не только тогда, когда все посвящают, но идти два поприща, идти больше, идти так, как никто, может быть, не ходит. Боже, дай мне сил, дай мне возможности и помазания исполнить твою волю во имя Иисуса Христа. Амин. Аллилуйя. Воздай славу Богу. Алексей вот говорил, что прошлый год неурожайный был, гуси не неслись. А я вспомнил, я говорю, Алексей, у тебя гуси не неслись, а у кого-то они вообще улетели. Помнишь, Вадим разводил гусей в Бийске. И я говорю, Вадим, а где твои гуси? У него много было гусей, он говорит, они улетели. Я говорю, почему? Ну, я приехал, вот ребята, которые их выращивали, мне так объяснили. Я смотрю, ухожу везде, нигде гусей нету. Я у них спрашиваю, ребята, а где гуси? Они выстроились все. Но он же в гневе ужасен у нас. Они все боятся, никто ничего не говорит. И тут один выходит. Вадим Владимирович, у нас есть версия. Они улетели. Бывает всякое. Бывает, и гуси улетают, бывает, и не несутся. Но это не повод к тому, чтобы нам отказаться от того, чтобы служить Богу, сеять. Разное бывает. Мы не где-то на Луне живем. Мы здесь, на Земле живем. Среди разных происшествий, среди разных событий. И Бог благое, Он дает нам всегда, даже среди каких-то несчастьй и среди каких-то потерь, торжествовать во Христе Иисусе. Амин. И я благословляю вашу церковь. Я благодарю за эту возможность проповедовать. Для меня это всегда честь. Большое спасибо Алексею, Евгению. Бог пусть благословит вас еще сильнее. Я вижу, что житницы с каждым годом наполняются. Народу становится больше. Команда поднимается. Кто-то, может быть, не может в седле держаться. Но вы поднимаетесь, спускаетесь со своих мест, может быть, уже, которые не так требуют. Они находятся высоко. Иногда с них тяжело сходить для того, чтобы поднять кого-то. Но, тем не менее, вы ищете этих людей, поднимаете, ставите вновь рядом с собой. И большая вам за это честь. Поэтому воздай славу Богу за своих пасторов. Есть всегда три варианта. Если кто-то выпадает из твоей команды, первый вариант – это просто кинуть его, сказать, да, ну что, ну предал, до свидания, пусть, как хочет, так живет. Второй вариант – это набрать новых людей. А третий вариант – это взять вот этих упавших и восстановить. И слава Богу за ваших пасторов, что они всегда выбирают третий вариант. Это дает тебе надежду на то, что ты не будешь брошен. Аминь. И я хочу поздравить также всех женщин. Прошедшие праздники. У нас самые крутые женщины в новом поколении. Воздаю славу Богу за наших женщин. Круче женщин я не видел, правда. Зайди в любую церковь, ты и скажешь – наши самые крутые. Аминь. Аминь. Скажи – наши. Наши. Женщины. Женщины. Самые крутые. Аминь. Аминь. Аллалюя. И Бог называет церковь полки со знаменами. Он видит церковь воинственную, церковь, у которой в руках оружие, которая не сдается ни перед какими трудностями и обстоятельствами. И я сегодня хочу проповедовать на такую тему, может быть, она немного необычная. Звучит она так. Две битвы, два стиля. Две битвы, два стиля. Так сложилось, что у нас в основном мужчины-воины, да? Ну, воюют мужчины. Всегда на первом крае, на переднем, где идет вся вот эта потасовка мужики. Они на себя удар принимают, они самые основные сражения проходят. И мы видим, что на самом деле Бог так создал мужчину. Он может воевать, он может выигрывать сражения. Ему это надо, ему это необходимо. И мы в Библии видим множество примеров того, как мужчины это подтверждают. Мужчины – это воины. Скажи аминь. Верующие мужчины – это тоже воины. Нельзя скидывать со счетов себя, когда ты отдал свою жизнь Иисусу Христу. Потому что многие раньше, будучи воинами, будучи такими людьми, которые сражались за свою судьбу, когда принимают Бога, вдруг почему-то сдаются. Не сдавайся. Если ты принял Иисуса, ты не стал слабее. Ты стал сильнее во сто крат. Аминь. Ты можешь победить больше, ты можешь пройти больше, ты можешь сдать больше экзаменов. Мы видим, в Библии есть множество примеров того, как мужчины доказывали свою состоятельность. Я вижу Моисея, который выходит и перед всем Египтом позорит фараона. Бог помогает ему, Бог приводит свои казни. И мы видим, как огромная армия Египта сокружается. Это было серьезное сражение, это была серьезная битва, это была серьезная война. Моисей мог ее пройти. Мы видим, что Моисей был человеком, который умел воевать, хотел воевать и мог воевать. И вся его жизнь, это череда различных сражений, различных битв, в которых он постоянно, мы видим, что одерживает победы. Если мы посмотрим на Давида, то с самого начала его пути, вся его жизнь связана с битвами. Когда он пасет овец, он бьется с дикими зверями, с медведями, с львами. Он постоянно в каком-то конфликте с внешним миром. Почему? Потому что этот внешний мир агрессивен и хочет, посягает на то, что есть у Давида. Мы видим его начало служения, когда выходит здоровенный мужик, которого зовут Голиаф. И он кидает вызов всему Израилю. И многие боятся этого мужика, многие прячутся за спину других. Но Давид, тем не менее, выходит и участвует в этой битве и побеждает. И люди знают Давида как великого воина. Мы видим Неемию, который оставляет теплое место, который оставляет достаток, доход, безмятежность. И идет, возвращается в свою страну, где его народ требует. Требует, чтобы его кто-то возглавил. Чтобы поднял войну против нечестия. Чтобы поднял войну против разрушения. Чтобы была восстановлена экономика. Чтобы была восстановлена государственность. Чтобы была восстановлена идеология. Я вижу Неемию, как сильного воина, который выигрывает битвы. Который сражается за свою страну. Который сражается за свой народ. Который восстанавливает не только стены, но восстанавливает и дух народа. Восстанавливает и государственность, и богослужение, и экономику. Мужчины-воины. У них есть для этого меч. У них есть для этого проща. У них есть для этого тактика У них есть все для того, чтобы побеждать И мы так живем, скажите амэн Сегодня мы в новом поколении Сражаемся много, потому что новое поколение Бог ввел в землю обетованную В которой никто нам ничего просто так не отдает Мы видим реки, где текут молоко и мед Мы видим виноград с арбузы Но, к сожалению, на этих местах И в этих домах кто-то живет И Бог нас привел для того, чтобы мы Не просто получили все на блюдечке с голубой каемочкой А чтобы мы завоевали все Амэн И все мужчины нового поколения это воины Здесь нет мямлей Здесь нет сопливых плакс каких-то Здесь нет нытиков Здесь есть люди, которые способны воевать и побеждать В своей семье, в экономике В битвах с дьяволом В любом сражении, в любой битве Мы, мужчины, побеждаем Скажи амэн И даже если мы проигрываем Мы вновь встаем и говорим Послушай, у тебя ничего не получится Потому что у меня есть отличная новость Праведник семь раз упадет И семь раз поднимется Поэтому я буду вставать до тех пор Пока не придет победа с неба Амэн И все мужчины воздали Хвалу Господу И закричали Аллилуйя Не правда ли круто Вообще слышать столько возгласов Мужских в церкви Это действительно воля Божия Чтобы мужчины были воинами Ну я сегодня хочу поговорить о женщинах Я сегодня хочу поговорить о другой Поговорить о другой битве И о другом стиле Вы знаете, когда я женился У нас с женой были разные стили Она занималась 9 лет тэквондо А я занимался до этого всю жизнь самбо И вот два стиля Они между собой состязались Первое время у нас была Чечня У женщин особый стиль войны Вы знаете? Она только готовится Это значит, скоро что-то будет И когда она по-настоящему начинает воевать Тогда держитесь все Тогда приходит такое разрушение Боже мой Мы недооцениваем женщин И многие женщины недооценивают себя Женщины, вы обладаете таким стилем битвы Против которого никто никогда не сможет устоять И все женщины скажите аймен Аллилуйя Если ты, сестра, еще ни разу не воевала Это не значит, что ты это делать не можешь Это значит, что еще просто жизнь тебя не заставила это делать Однажды ты узнаешь Что у тебя есть свой особенный стиль И ты можешь убахать любого врага так Как ни один мужик не может Вы знаете, есть на самом деле Такое мнение, что женщины Они должны прятаться где-то За мужиками там И у них вообще они не должны воинственными быть Они не должны уметь сражаться Они должны вот Ну как бы вот такими илейными быть барышнями Но послушай, наши женщины Они вместе с нами Входят в землю обетованную И очень часто бывает так Что им тоже приходится сражаться Поэтому я хочу сегодня говорить тебе Хорошую новость Если ты никогда не сражалась Однажды придется Для каждой женщины Однажды в жизни Появляется такая ситуация Такие обстоятельства Что хочешь или не хочешь Но тебе придется драться Женщины дерутся интересно Кто видел? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Так как женщины дерутся Мужики не могут Я очень часто наблюдал это Еще будучи раньше Там вообще Когда они Между собой сцепятся Ты смотришь И тебе жутко становится Потому что у тебя никогда даже голова не додумается до того, что они делают. Они рвут волосы, они кусаются. Они делают ужасные вещи, правда, они могут это делать. Мы недооцениваем. У них есть свой стиль. Аллелюя. Поэтому, брат, если у тебя есть жена, не думай, что ты один воин в семье. Она тоже может круто воевать. Давайте откроем одно место. Это Судей, 4 глава. Книга Судей, 4 глава. Когда умер с первого стиха от, сыны Израилевы стали опять делать злое предачами Господа. И предал их Господь в руки Иавина, царя Хананейского, который царствовал в Оссоре. Военачальником у него был Сесара, который жил хороше в Гаиме. И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Вы знаете, есть, да, у некоторых мужей такие жены. Девора пророчествует, воюет, ведет нацию. Есть такие женщины? Но их мало, согласитесь? Таких женщин, которые бы стояли во главе нации, которые бы могли вдохновить мужчину на сражение, потому что там, дальше, если мы читаем, мы видим, пришел ворак к ней и говорит, Девора, я без тебя на войну не пойду. Если ты не пойдешь со мной, я воевать не смогу. И она говорит, не переживай, ворак, я пойду с тобой, все будет нормально. Есть такие женщины, которые могут вот так воевать, которые могут влиять на мужчин, которые могут стоять во главе, которые имеют помазание, которые имеют пророчество, которые могут вдохновить целую армию на победу. И Девора была такой. Она была сильной, помазанной, она знала, что сказать военачальникам, чтобы они не проиграли, чтобы они победили. Но, послушай, не все такие. Я смотрю вокруг, и я не вижу вокруг себя миллион Девор. Они редко очень попадаются. Бог не сделал всех Деворами. У нас есть Маша, Люда, Оля, Женя, Мила, давайте помогайте, Катя. Девор мало? А мы? Сережа, да? Куда катится мир? Сейчас тоже такое имя есть, да, женское? Раньше не было. Вы знаете, что кроме этой женщины в этой главе есть еще другая. Есть женщины, которые стоят во главе, которые вдохновляют царей, которые пророчествуют, которые просто служат многим, многим, многим. Но большинство женщин, они сражаются за свой дом, они сражаются в своем шатре, они служат своим детям, они служат своему мужу, они обустраивают свой быт, они делают все для того, чтобы мужчина воевал и сражался там. Они говорят, я беру на себя все, я буду тащить все сама, только давай сражайся там. Поэтому Девор немного, и там дальше есть другая женщина, которую зовут Иоиль. Вы знаете, что ворак разгромил Сесару, и Сесаро убежал, он остался жив, и он убежал. Я вам сейчас скажу, куда он попал. Сесаро же убежал пеший в шатер Иоили, жены Хивера Киньяина, ибо между Иоовином, царем Ассорским и домом Хивера был мир. И вышла Иоили навстречу Сесаре и сказала ему, зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сесаро сказала ей, дай немного воды напиться, я пить хочу. Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сесаро сказала ей, стань у дверей шатра, если кто придет и спросит у тебя, и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет. Иоиль, жена Хивера, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приковала к земле, а он спал от усталости и умер. Амин. Вы знаете, люди, которые воевали на войне, они всегда говорят, что ближний бой – это самое страшное дело. Из винтовки стрелять по тем, кто там далеко бегает легко, из танка, из пушки, потому что ты не видишь этого всего. Самый страшный бой – это когда ты держишь в руках холодное оружие и сражаешься с человеком, убиваешь человека, когда вот он перед тобой, видишь его глаза, видишь все, что с ним происходит. Вы знаете, Девора, она поддерживала, она издалека давала указания, она пророчествовала. И она была крутая, но и Аиль, она взяла кол и вбила врагу в голову. Без вопросов, без лишних разговоров, без трясучек и без пророчеств, без личных каких-то соплей. Она просто взяла и прибила его. Аминь! Сестры, я хочу сказать вам хорошую новость. Если ты даже не Девора, у тебя есть особый стиль, с которым никакой сесара не сможет сравниться. Пусть он управляет армиями, пусть у него несколько тысяч колесниц, но когда ты берешь свой кол от палатки и молоток, в любой сесара попадает. Аминь! Когда в твою жизнь приходит враг, не надо плакать, не надо бежать и звать мужа, и говорить, муж мой, сесара в моем шатре, возьми свое оружие. Это не сабля, это не пушка. Она прекрасно знала, как растягивать шатер. Она прекрасно знала, как наводить там порядок. И великолепно владела и молотком, и колышком. Аминь! И поэтому она угробила врага в три секунды. Вы знаете, в вашу жизнь, женщины, будут приходить враги. И в это время ваш муж может быть где-то на войне, может быть где-то сражаться, его не будет рядом. И ты будешь видеть его, этого врага, который пришел к тебе домой и хочет там остаться. Никогда не смиряйся с этим. Потому что у тебя всегда есть способ разобраться с ним самой. Я знаю, что наши женщины – это воительницы Божьи. Это те, кто может убить и разобраться с любым демоном и с любым бесом. Своим стилем и своим оружием. Тебе не надо быть такой, как мужчины. Тебе даже не нужна их помощь. Они на своем уровне, в свои войны побеждают и сражаются. Но когда в твой дом приходит враг, ты можешь с ним разобраться сама. Ты можешь одержать над ним победу сама. Вы знаете, в моей семье я спокоен. Потому что рядом со мной женщина, которая любого врага уделает. Я уверен, что если в мой шатер придет Сесара, он получит не только молотком, он получит всем, что у меня есть дома. Всем перечнем. Она его еще похоронит и памятник сделает. Легко. Почему? Потому что она проходила свои войны, она проходила свои сражения. Когда вы сталкиваетесь с врагом лицом к лицом, не бегите. Примите от Бога помазание и сражайтесь. Примите от Бога силу и сражайтесь. Потому что мужчины в этом вам не помогут. Это ваша война. Это ваша битва. Это ваше сражение. Это ваш шатер. И не позволяйте Сесаре там находиться. Амин. Вас дай славу Богу. Когда у меня моя жена заболела краснухой, это была ее война. У нее был ребенок третий месяц. Я не мог ей помочь. В ее шатер сошел враг. Все, что я мог, это просто ходатайствовать Богу о том, чтобы как-то эта ситуация разрешилась. Но это была ее война. Однажды, женщины, вы все разные. И у вас ситуации разные. И у вас войны разные. Мужики, они, ну, у нас как-то на фронте все похоже. А у вас, у всех разные шатры и разные Сесары. Ну, послушай, я точно знаю, что каждый из вас может своего Сесару победить. Знаешь, я видел, как она сражалась. Она сама, она подходила ко мне. Послушай, я знаю, что этого ребенка мы не должны принести в жертву. Мы его сохраним. Он родится. Он будет здоровым. Я не верю врачам. Мы не пойдем больше туда. До самых родов я буду верить. Я буду стоять в вере, что будет все хорошо. И знаешь, это была не моя война. Это была ее война. И она победила. И я знаю, что ты обязательно победишь. Я знаю, что в своем шатре ты наведешь свой порядок. Еще в одном месте я вижу еще другую женщину. Был такой парень, Авесолом, который очень сильно насолил Давиду. И он окружил одну из башен, в которой были и мужчины, и женщины. Было много мужиков, и были женщины, и был Авесолом. Не написано, что какой-то мужчина вышел против Авесолома и начал сражаться и победил его. Написано, что одна женщина взяла кусок жернова, подошла к краю башни, спросила Вася, кто у них главный. Ей сказали, вон тот в желтой каске. Она говорит, отойди. Библия говорит, кусок жернова разбил голову Авесолому так, что тот уже не смог подняться больше. Может быть, у тебя нет, прощи, Давида. Ты очень часто мелешь зерна, чтобы однажды испечь хлеб своим детям, своему мужу. И ты прекрасно знаешь, сколько он весит, как он летает. И поэтому этим жерновом ты можешь убить любого. Знаешь, про эту женщину не сказано ни ее имя, ни каких-то регалий. Но послушай, уже долгие годы мы читаем и видим, что женщина может разобраться с любым врагом не хуже, чем мужчина. Амэн. Вас дай слава Богу за эту женщину. Я наблюдаю сегодня, что в многие дома приходят какие-то проблемы. И многие женщины, они в беспокойстве, они в растерянности, они не знают, что делать, они не знают, к кому обратиться. Вы знаете, не всегда кто-то может тебе помочь. У Анны, допустим, не было детей. Не было детей. У ее соперницы были. Муж ее вообще не помогал, он успокаивал. И говорит, Аня, я тебя люблю, этого достаточно. Зачем нам дети? Все нормально, успокойся. Но она не позволяла этому врагу жить в своем шатре. Она говорит, нет, я недовольна. Я не хочу, чтобы у нас не было детей. Я хочу детей. Я хочу детей. Мне без разницы, что ты там говоришь. И она ходила в храм каждый день и молила Бога о том, чтобы дети появились. Она перепробовала все способы. Она пережертвовала все, что только можно. Она служила, она говорила все, она пророчествовала, она делала все. Ничего не происходило. Но послушай, однажды она нашла свой стиль. Она нашла, как убить этого врага. И даже священник, он говорил, послушай, этот стиль какой-то не очень нормальный. Ты, по-моему, бухая вообще, Аня. Ты зачем пьяная пришла в церковь? Она говорила, послушай, священник, ты не понимаешь. Это просто стиль пьяного воина. И она родила Самуила. Амин. Враг бесплодия был побежден. Враг, который долгое время находился в ее шатре, был побежден. Я знаю, что у тебя есть свой фирменный стиль. Может быть, это кол. Может быть, это жернов. Может быть, это молитва сумасшедшая, на которую реагируют все и говорят, да так невозможно, так нельзя молиться. Я не знаю, какое у тебя есть оружие, но оно у тебя обязательно есть. Сто процентов. Посмотри повнимательнее вокруг. Ты можешь разобраться с этим врагом сама. Амин. Мало того, вы знаете, что женщина может спасти мужчину очень часто, потому что женщины, они видят больше, чем мы. Однажды рядом с Моисеем была его жена Сепфора. В момент, когда ангел Божий пришел его убить. Моисей вообще не в курсе был даже, что это может произойти. Ангел Божий пришел, и он хотел убить Моисея. Я не буду сейчас считать это. Я просто вам рассказываю эту историю. Сепфора, увидя это, знаете, что она сделала? Она взяла ребенка, обрезала его и сказала, все, теперь ты не имеешь права убивать, потому что мы в завете, ты жених крови. И Бог оставил Моисея. Он даже не понял, что он был на волоске от смерти. Женщины, они знают лучше, когда и кого обрезать в своей семье. Вы знаете, я иногда многие вещи забываю. Я забываю, что надо везти куда-то детей. Я могу не помнить там какие-то моменты. И мужчины, они такие, они могут не помнить. Некоторые могут не помнить даже дни рождения своих детей, в какой они класс ходят, потому что они на войне, там, они впереди. И ты можешь им смс-ку писать, а ты помнишь вообще сегодня, какой сегодня день? Он пишет тупой такой, какой? Какой? Нормальный вроде дождя, нет? И начинает гадать. Мы с тобой сегодня встретились. У нас сегодня было первое свидание. Нет, у тебя дочь родилась сегодня. У тебя сын родилась. Боже мой, я забыл. Вы знаете, женщины, они вообще лучше знают своих детей. И они знают, когда их надо обрезать. И именно женщины делать это должны, по идее. Мы просто иногда, вот мне иногда жена говорит, позанимайся с ними, Библию с ними почитай, помолись. Ну, я могу это делать. Она уезжает, все, у меня концлагерь дома. Они сидят у меня по разным комнатам, даже мелкие у меня. Читать не умеют, зато слушают. Пастыря Алексея. Он уже знает, что это пастырь Алексей. Но я понимаю, что еще пару лет, и он его ненавидеть будет. Два-три дня я так делаю. Но потом я все равно ухожу, у меня нет дома. Я где-то, ну, у меня много-много дел разных. Но вы же находитесь с детьми, и вы видите, где их надо обрезать, где им нужно послужить, где нужно сделать так, чтобы потом Моисей от их поступков не умер. О, потому что Бог так наградил женщину, она может это делать. Она знает, когда это делать. Вы знаете, что в то время, когда Сепфора это сделала, женщина, она вообще не допускалась к священнодействию. Этого нельзя было делать. Но тем не менее, Бог почтил ее. Бог ничего не сделал ей. Бог оставил в живых Моисея. Амин. Однажды, драгоценная моя сестра, тебе придется одеть священническую одежду, тебе придется взять свое оружие и навести в своем доме порядок. Убить Сесару, дать по голове висолому, обрезать своего ребенка и спасти жизнь своему мужу. У нас у каждого свой стиль. И кто-то побеждает Голиафа, кто-то срождается с воин, с которым все мужики боятся сражаться, а кто-то наводит порядок в своем доме. И эти битвы, нельзя сказать, что одна меньше другой. Они обе равноценные. Амин. Бог никогда не унижал женщину, он никогда ее не скидывал со счетов. Это просто, ну, устои, это какие-то законы человеческие это делали. Но Бог, он всегда почитал женщину и ставил ее на правильное место. Амин. Поэтому знай, что ты, сестра, можешь в своей битве одержать огромную сокрушительную победу над тем врагом, который посягает на тебя. Амин. Вас дай славу Богу. Почему я вообще на эту тему начал говорить? Я не знаю. Я молился, Бог мне дал это, потому что это кому-то надо, видимо. Потому что я сам постоянно на каких-то полях сражений нахожусь. И я знаю, что в это время может в мой дом прийти враг и захотеть там остаться. И поэтому я сегодня за то, чтобы женщины, они понимали волю Божию в отношении их. И они могли в своем доме постоять и за себя, и за своих детей. Сохранить жить мужу. Принести благодать и милость Божию. Знаете, что многие женщины, они сегодня задают вообще тон в жизни своей семьи. Потому что кто-то ходит в церковь, и у него муж неверующий или муж что-нибудь делает, вообще непонятно. И я хочу сказать тебе, что ты, может быть, сохраняешь ему жизнь вообще. Сохраняешь жизнь своей семье, освящаешь свою семью. Своей жертвой, своим служением, своим посвящением. Ты освящаешь свою семью, и Бог сегодня хранит ее. Амэн. Я знаю, что моя жена меня от многих бед спасла. Я вам серьезно говорю. Мужчины, любите своих жен и цените, потому что они будут всегда вам спину прикрывать. Может быть, друзья оставят. Знаешь, даже близкие иногда делают такие фортеля, что ты просто в шоке. Ты просто не можешь это понять, как это можно. Ты дружишь, ты служишь вместе с людьми. И тут они просто в один момент просто берут и делают такие поступки, что ты не знаешь вообще, как к этому относиться. Но жена, она всегда будет рядом. Жена никогда не предаст. А верности женщин вообще легенды слагают. Вы знаете, ни одна женщина, вернее, ни один мужчина не может быть таким верной, как женщина. Потому что ни один мужчина, я не видел примеров, чтобы мужчина там женился на женщине-инвалиде и жил с ней там и ухаживал. Но я знаю тысячу примеров женщин, которые имеют самодостаточность, имеют нормальный внешний вид и могли бы себе позволить выбрать себе кого-то другого. Но тем не менее, они до самого конца ухаживают, они тянут. Почему? Потому что они верные. Мы вас ценим, мы вас очень сильно любим. И мы молимся о том, чтобы вы умели воевать и могли в своем шатре всегда принести победу. Аминь. Давайте сейчас встанем. Давайте сейчас помолимся за каждую женщину, за ее войну, за ее сражение. Возьмите все за руки. Давайте возьмемся все за руки. И согласимся, чтобы Бог пришел в каждое сражение, в каждый шатер, на каждую башню и дал сверхъестественную возможность победить каждой сестре. Боже, мы поднимаем к Тебе все наши ситуации, все наши трудности, все наши сложности. Боже, и мы как церковь соглашаемся Тебя молить о том, чтобы в каждую войну пришла победа с неба. Боже, я молю Тебя, пусть каждый враг будет сокрушен. Пусть Сесара не победит. Пусть придет сокрушительное поражение каждому врагу, который покусился на наш дом, на наших детей, на наши шатры. Боже, благослови наших женщин, дай им терпение и мудрость, дай им сверхъестественное помазание и силу идти, побеждать, любить. Боже, я молю Тебя, посиди сегодня каждую женщину, которая сломлена, которая ранена, которая имеет какое-то поражение в жизни. И подкрепи, пусть всякий источник крови прекратится, пусть придет исцеление, пусть жизнь вернется, пусть силы вернутся, пусть ободрение с неба вернется, пусть источник крови станет источником жизни. Иπ. Ип. Ип. Ему всю славу. Вы знаете, секунду, пожалуйста, послушайте. Мне Бог сейчас напомнил одну ситуацию, когда один мужик по-серьезному наделал делов вообще. Его звали Навал. Вот такое имя у него само за себя говорит. Дурак, да. Есть мужики, которые не сильно умно поступают. И он наделал делов. Давид долгое время хранил его стада. Охранял от поражения. Охранял от того, чтобы какие-то дикие звери расхитили их. И пришло время нужды у Давида. Он пришел к этому мужику и говорит, помоги теперь ты мне. Пожалуйста, у тебя сегодня хороший день. Знаете, есть хорошие дни. У него была стрижка овец. Есть такие дни, когда можно просить. Когда у тебя нет недостатка, когда у тебя избыток. И Давид был мудрый, он пришел именно в этот день. Но этот Навал, он мало того, что ничего не дал, он еще и обозвал. И раздражил Давида. И когда Давид услышал об этом, он сказал, все, идем убивать. И он сказал, не оставлю ни одного мочащегося к стене. Для меня, я не понимаю, не могу до конца понять, о чем он. Ну, могу представить, что мочить стену кто может, да? Короче, я сказал, никого ни одного не оставлю. И в его семье была мудрая жена Вигея. Когда она услышала об этом, она нагрузила быстренько-быстренько от слов и пошла навстречу Давиду. И когда она встретила его, сказал, Давид, я понимаю, ты можешь прямо сейчас истребить весь мой род из-за этого придурка. Ты можешь просто вырезать моих детей, ты можешь убить тех людей, которые ни в чем не виноваты. Но я сегодня здесь умоляю тебя, остановись. Я не просто так пришла. Я пришла с моими дарами, я сегодня пришла, чтобы остановить проклятие в моей жизни. И я знаю, драгоценные мои женщины, что по-разному ваша жизнь складывается. И не всегда мужья мудро поступают. Но я знаю, что очень часто вы, именно вы, останавливаете гнев Божий, останавливаете проклятие. И, кстати, останавливаете то, что уже идет в вашей семье. И вы стоите с поднятыми руками. И именно из-за вас Бог сегодня милует ваши семьи, ваш род и всех, кто с вами вместе. Аминь. Служение Алексея Пронкина – это служение большой и целеустремленной команды. Наша основная задача – идти и проповедовать Евангелие по всей земле. Это видение мы не сможем исполнить в одиночку. Поэтому мы нуждаемся в партнерах. Стань частью большого движения. Полную информацию ты можешь получить на сайте alexeypronkin.ru или по телефону 8 913 004 3209.